Как понять, как идет контрнаступление? Обстрел Киева во время визита африканской делегации. Путин, Дугин и десантники с грелками на экономическом форуме. И киевское ПВО. С вами Екатерина Воропай, объектив и обзор аналитики от мировых медиа. Подписывайтесь на канал, а я начинаю. Сейчас сложно оценить, как проходит украинское контрнаступление. Новости противоречивые, не всегда понятно, что происходит. И специально для тех, кто запутался, Вашингтон-Пост публикует список советов от бывшего командующего армии США в Европе Бена Ходжеса. Он рассказывает, как правильно следить за наступлением. По мнению отставного офицера, развеять туман войны невозможно. Оценить, насколько успешным было наступление, мы сможем, по прогнозам Ходжеса, в конце лета. Пока идет бой, сложно сказать, как продвигаются армии. Как вспоминает Ходжес, во время войн в Ираке и Афганистане даже у командиров возникали проблемы с получением оперативной информации. Однако, кое-что понять все-таки реально. Ходжес, основываясь на своем опыте, выделяет четыре ключевых пункта, которые могут сделать туман войны прозрачнее. Во-первых, наберитесь терпения. Не нужно каждый раз гадать, начался главный удар или это только подготовка. Сейчас Украина специально заставляет российское командование гадать, а где же ждать главного удара. По словам Ходжеса, неизвестно, как долго будет идти такая вот разведка боя. Но когда начнется главный удар, вот его уж мы точно не проглядим. Для крупной атаки Украине потребуется собрать несколько механизированных бригад. Каждый из них, по подсчетам Ходжеса, будет более 250 единиц бронетехники, танков, бронетранспортеров и прочего. Как только на линии фронта или на подъезде к ней появятся такие масштабные колонны, значит, главный удар уже начинается. Пока таких скоплений войск Ходжес на поле боя не видит. Во-вторых, внимательно следите за действиями российской армии. Российские военные сейчас прячутся в обороне с заменными полями и линиями траншей. По словам Ходжеса, оборона их построена хорошо, и прорвать ее будет сложно. Но вся эта хорошо выстроенная оборона работает, только если ее качественно прикрывают солдаты. Учитывая несогласованность и внутренние терки в рядах российского командования, генерал ожидает, что российские военные поведут себя не особо слаженно. По его мнению, Киев воспользуется такой несогласованностью, и любой прорыв линии обороны может привести к хаосу в рядах российской армии. Вот за этим хаосом и нужно наблюдать. Третий совет. Не делайте поспешных выводов насчет украинских потерь. Например, не стоит считать провалом каждый подбитый танк. Фотографии пары разбитых леопардов и Брэдли, которые облетели Твиттер, нельзя считать доказательством провала или, наоборот, успеха наступления. Подбитый танк и сгоревший бронетранспортер — это нормальный ход любой военной операции. И по паре фотографий никаких выводов о всей операции не сделать. Наконец, четвертый и самый важный совет, чтобы понять, а как продвигается наступление, смотрите на реакцию Запада. Украина зависит от поставок западных стран. И важно, чтобы поддержка не прекращалась. В этом контексте еще один пакет помощи от США на 325 миллионов долларов, объявленный на этой неделе. Хороший знак, считает Ходжес. А чтобы война скорее закончилась, Ходжес предлагает Байдену передать дальнобойные ракеты Атакамс, как со своими дальнобойными Storm Shadow ранее поступила Великобритания. Автор опасается, что сейчас Штаты могут перейти в режим такого пассивного наблюдения. Они дали Киеву все, что нужно было, и теперь будут наблюдать за ходом наступления. Такая позиция Ходжесу не очень нравится. Как заканчивает он свою статью, Украине нужны не зрители, а Атакамс. Вчера российские силы нанесли массированный удар по Херсону. 23 человека, включая троих детей, получили ранения. Повреждено несколько многоэтажек, магазинов, медучреждения и также линии электропередач. Пострадавшие сейчас находятся в больницах, трое из них в тяжелом состоянии. Также вчера российские войска обстреляли Никополь. Погиб 81-летний мужчина, а 78-летняя женщина получила ранения. Власти сообщают о повреждении газопроводов, линии электропередач, а также 17 жилых домов. Вчера днем российские войска атаковали Киев ракетами «Кинжал» и «Калибр». Систему ПВО их сбили. Ракеты летели на Киев в тот самый момент, когда там находились лидеры африканских государств. Агентство Reuters сообщило, что гости Зеленского спускались в укрытие под отелем. Украина назвала этот обстрел явным сигналом для лидеров Африки. Как написал в своем твиттере глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, «Теперь страны Африки поймут, что Россия хочет войны, а не мира». С российской же стороны заявили обратное. За это военкор Борис Рожин назвал обстрела постановкой. А прокремлевские СМИ сослались на слова одного из делегатов, помощника президента ЮАР. Он в своем твиттере написал, что никакой сирены он не слышал. А что это вообще за делегация приехала в Киев из стран Африки? И какие у них планы? Об этом пишут журналисты Лю Мон. Вообще, Африка объявила, что хочет стать посредником в войне еще в середине мая. Изначально в коалицию вошло семь африканских государств. Иегипет, ЮАР, Конго, Сенегал, Замбия, Каморские острова и Уганда. Но в итоге с визитом к Путину и Зеленскому поехали только четыре лидера. Трое других отказались. Кто-то из-за самочувствия, а кто-то посчитал поездку небезопасной. Цель африканских лидеров – организовать площадку для диалога. Один из членов делегации считает, что Африка – единственный континент, который может открыто общаться и с Россией, и с Украиной. Хотя слаженного общения у них может и не получиться. Журналисты напоминают, что внутри самой делегации есть разногласия. К примеру, Замбия поддержала резолюцию ООН, требующую от Путина вывести войска из Украины. А вот ЮАР, наоборот, больше связана с Москвой. Как минимум, и Россия, и ЮАР обе состоят в БРИКС. Некоторые аналитики сомневаются, что у стран Африки получится в чем-то Путина убедить. Впрочем, если договориться о чем-то глобальном не получится, то африканские страны могут обсудить с Кремлем и свои насущные проблемы. Например, поставки зерна, от которых они сильно зависят. А то Путин опять думает о выйти из зерновой сделки. По мнению одного из делегатов, который анонимно пообщался с журналистами, у стран Африки есть неплохие шансы убедить Путина сделку не разрывать. Все-таки Путину важен мировой престиж. И он очень хочет показать всем, что Африка его друг и союзник. Буквально в следующем месяце запланирован саммит Россия-Африка. Если Путин хочет, чтобы африканские гости на этот саммит приехали, то ему придется пойти им на некоторые уступки. Как закончится их встреча с Путиным, мы узнаем уже совсем скоро. Сегодня делегация из Африки приезжает в Санкт-Петербург. Но вернемся к обстрелам. Весь прошедший май Россия буквально закидывала Киев ракетами и дронами. За 31 день российская армия выпустила по Украине 16% от вообще всех ракет с начала вторжения. И большинство из них летели на Киев. Но, как пишут журналисты-икономист, украинская столица теперь один из самых защищенных городов в мире. Сейчас расскажу, как Украина построила в Киеве мощнейшую систему ПВО. В начале войны многие комплексы ПВО в Украине уничтожили или повредили. Используя то, что осталось, ВСУ защищали лишь стратегически важные места. Но на оборону всего города сил не хватало. На стационарных комплексах ПВО недоставало экипажей, особенно в первые дни войны. Командиры дивизии в итоге сами садились за управление ПВО, понимая, что в конце концов какая-нибудь ракета пробьет защиту и убьет их. Кроме стационарных ПВО были у Украины и мобильные комплексы БУК. Но они прятались далеко за линией фронта и караулили российские самолеты. Господства в воздухе российские ВКС в итоге так и не добились. До мая 1922 года Запад присылал Украине лишь переносные комплексы ПВО вроде Стингеров. Но затем западные страны начали поставлять более крупные и мощные немецкие Айрис-Т, норвежские Носамс и, наконец, американские Патриоты. Украинские военные осваивали их быстро. Например, курс по Патриотам они прошли за три с половиной месяца вместо шести. Один солдат говорит, что ничего особенно сложного в обучении не было. Переходить с советских систем на западные – это как с калькулятора переходить на макбук. Они все делают сами. В итоге западные системы ПВО стали первым слоем в системе воздушной обороны Киева. Все они умеют обмениваться данными, даже комплексы разных видов. Если ракету видит один комплекс, то ее видят и все остальные. При этом украинцы смогли подключить к этой системе и старые советские комплексы ПВО – те же Буки и С-300. Это все позволяет выбирать самую подходящую ПВО для конкретной угрозы и сбивать ракеты максимально далеко от центра города. С российскими дронами в первую очередь борются мобильные группы. Фактически это пикапы, у которых на багажнике установлен пулемет или ракетная система. Они распределены вокруг Киева на разных направлениях. У них есть радары и прожекторы, чтобы дроны искать. Россия не оставляет попыток пробить киевскую систему ПВО. Она пробует разные тактики. Например, отправлять очень много дронов и ракет с одного направления, чтобы у ПВО закончились противоракеты. Ну или наоборот отправить ракеты запутанными маршрутами, чтобы хотя бы некоторые нашли слабое место в кольце ПВО. Дроны иногда залетают высоко, отключают двигатели и дальше планируют к цели. Ведь без работающего двигателя обнаружить их гораздо сложнее. Тем не менее, ПВО Киева работает успешно. Но Киев — это столица страны, и другие города Украины защищены гораздо слабее. Помимо этого, ПВО нужно еще и на фронте, и Киеву приходится выбирать. Отправлять технику на фронт или поставить охранять небо над городом. Поэтому сейчас, чтобы не делать этот сложный выбор и защищать всех, у Украины есть большая цель. Выстроить два эшелона ПВО вдоль всей государственной границы, чтобы сбивать дроны и ракеты прямо там, а не у городов. Помогать ПВО должны западные истребители, такие как F-16. Это сложная задача, но выхода нет. Россия прекращать бомбить украинские города явно не собирается. Вчера Петербургский международный экономический форум посетил Путин. Как и ожидалось, кроме кринжовых пожеланий, вроде быть богатыми и здоровыми. За все 82 минуты его выступления ничего нового об экономике публика не услышала. На выступлении, кстати, Путин опоздал на час. А еще к его приезду заглушили мобильный интернет на всей территории выставочного центра. Песков сказал, что это потому, что враг действует нагло и не оставляет своих попыток нанести урон. За все время встречи Путин ни разу не упомянул о войне. Зато заявил, что российским силам ничего не стоит уничтожить любое здание в Киеве. Но не делают они это по ряду соображений. Но каких именно он не уточнил. А еще сказал, что его некие друзья-евреи считают, что Владимир Зеленский – позор еврейского народа. Странными заявлениями отличился не только Путин. В предыдущий день форума в четверг философ Александр Дугин сказал, что России нужна деурбанизация, футеры деревни, космического толка в виде дирижаблей или беспилотников. А еще он утверждает, что нужно раскрепостить воображение по-русски. Если у вас есть варианты, как это сделать, напишите в комментарии. Кстати, впервые за долгое время, кроме Путина, выступил только один иностранный лидер. Это президент Алжира Абдельмаджид Тибун. Президент ОАЭ Мохаммед Ибн-Заед Аль-Нахаян присутствовать не смог. Еще на форуме десантники надували грелки и гнули арматуры под песню «Шамана я русский». Григорий Лепс и Николай Басков на закрытии мероприятия русской медиагруппы пообещали военным по миллиону за каждый подбитый леопард. А вот выступление группы «Звери» отменили из-за антивоенной позиции ее лидера. Не нужно быть экономистом и разъезжать по всяким форумам с Путиным, чтобы понимать, что донаты нашему каналу – это выгодная инвестиция. Вы не только поддерживаете развитие нашей редакции, но и получаете взамен бонусы. Чат с ведущими и авторами текстов, возможность голосовать за темы выпуска и даже ежемесячный созвон с редакцией. Патреон, Бусти, Ютуб – выбирайте любую платформу для пожертвований. И спасибо вам за вашу поддержку. Роскосмос расширяет сферу своей деятельности. Теперь космическое агентство запускает не только космонавтов на МКС, но и наемников на войну в Украину. Журналисты Financial Times рассказали о новой российской ЧВК. Добровольческий батальон, как эту военную организацию окрестили создатели, называется «Уран». Набирают в «Уран» как работников Роскосмоса, так и всей аэрокосмической сферы. Новогранцам обещают вступительный бонус в виде 100 тысяч рублей и ежемесячный оклад в 270. Подчиняется батальон напрямую Министерству обороны. И, как обещают организаторы, бойцы будут подписывать контракт с государством. И для Минобороны это прямо образцовый пример. Ведь там хотят, чтобы с 1 июля все ЧВК подписывали с ними контракт. А «Уран» и так это делает. У госкорпораций ЧВК сейчас много. Так получается привлечь людей на фронт, не проводя новую мобилизацию. Которая, естественно, могла бы вызвать недовольство. Отряды, которые собирают Роскосмос, Газпромы и же с ними, еще и встраиваются в общую структуру. Они, как Пригожинский Вагнер, позволяют себе огрызаться на Министерство обороны. Сам Роскосмос в создании своей ЧВК пока особо не признается. На их сайте нет ни одного упоминания об Уране. Зато реклама набора бойцов висит на сайтах, связанных с Роскосмосом компанией. Например, его поставщика АО «Турбонасос», а также НПО «Автоматика». На агитационных картинках там логотип Роскосмоса. Еще рекламные видеоролики крутятся в офисе корпорации, якобы для поднятия боевого духа сотрудников. Вообще ситуация вокруг этой ЧВК интересная. Дело в том, что Роскосмос — это редкая российская госкомпания, против которой Запад не ввел прямых санкций. И это несмотря на тесную связь с Минобороны России и про военную риторику бывшего гендира Дмитрия Рогозина. Правда, в 21-м году Роскосмос заявил, что к 24-му выйдет из состава МКС. Но даже после начала войны НАСА и Роскосмос продолжили сотрудничество. Но сейчас Роскосмос решил усложнить и без того тяжелую ситуацию, спонсируя набор бойцов в новое ЧВК. Минюст вчера обновил список иностранных агентов. На этот раз в него вошли правозащитник и член «Яблока» Лев Шлозберг, журналистка Светлана Прокопьева, журналистка изданий «Северреалии» Юлия Парамонова и еще режиссер Виталий Манский и экономист Сергей Алексашенко. Также инагентами стали фонд «Свободная Якутия» и инфопортал «Весьма». Смерть сородичей заставляет мух быстрее стареть. Журнал «Попьюла Сайенс» рассказывает, что нам дают результаты недавнего исследования реакции на смерть. В 2019 году ученые провели эксперимент. Они взяли муху-дрозофилу и посмотрели, как ее организм реагирует на смерть ее сородича. Выяснилось, что муха начинает чувствовать себя хуже. Некоторые участки мозга даже меняют свой химический состав. Из-за этого жировые запасы уменьшаются, муха становится менее устойчивой к голоданию и даже начинает быстрее стареть. В целом, в мире животных такая негативная реакция на смерть встречается часто. К примеру, муравьи уносят тела своих сородичей подальше от дома, а у самок бугуинов повышается уровень гормона стресса. Ускоренное старение и изменение химического состава мозга ученых заинтересовало особенно. Они выяснили, какие именно участки мозга изменились из-за того, что муха видела смерть. Затем ученые взяли еще одну муху и искусственным образом активировали в ее мозгу эти же нейроны. И, как можно догадаться, эффект был точно таким же. Химический состав мозга поменялся, муха начала быстрее стареть, хотя при этом она не видела смерть другой мухи. По мнению исследователей, в будущем их открытие поможет разработать так называемое лекарство от старения. Теперь, когда известно, как именно стресс и смерть воздействуют на мозг, можно попробовать искусственно повлиять на эти участки, чтобы замедлить биологические часы людей. А на этой ноте у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал и до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok